Сегодня поговорим про типичные проблемы, с которыми сталкивается любой моделлер, который работает в программе Blender. Если интересно и необходимо, внимание в правый нижний угол экрана. Там будут появляться кнопки и клавиши, на которые я нажимаю. И посмотрим на вот этот вот кубик. Часть его фасок вывернута наружу, часть одна, точнее, фаска вывернута вовнутрь. Сейчас увеличим, количество будет даже, может, понагляднее. Видим, что модификатор Bevel отрабатывает не так, как должен, и будем проверять, что не так с кубиком. Прежде всего нужно посмотреть, куда вывернуты нормали его полигона. В здоровом состоянии все нормали кубика должны смотреть в одну и ту же сторону, либо наружу, либо вовнутрь. Чтобы нам было более наглядно, есть режим, который нам это показывает. Называется он Face Orientations по Viewport PowerLay. Включаем, смотрим и видим. Действительно, два полигона у нас вывернуты не в ту сторону. Либо все синее, либо все красное должно быть. Поэтому переходим в режим редактирования. Выбираем нужные нам полигоны, которые мы хотим развернуть нормалями. И пересчитываем их. Shift-N на клавиатуре. Все встает на свои места. Кубик снова чувствует себя хорошо. Перекрасился в синий цвет. Все нормально смотрят в одну сторону. Face Orientation можно отключить и еще раз полюбоваться на наш кубик. Следующая проблема, с которой мы можем столкнуться, выглядит так. Сейчас, если перейти в режим редактирования и выделить все его полигоны. Начинаем масштабировать. И Bevel нам меняет фаску, которую мы создали ранее. Большая, маленькая, в зависимости от того, какой у нас масштаб. Однако, если мы попробуем провернуть то же самое в объектном режиме, то видим, что фаска у нас не меняется. Просто кажется, что камера отъезжает ближе дальше, но ничего не происходит. С модификатором Bevel в данном случае, опять же, все хорошо. Просто Blender еще не принял те изменения в масштабе, которые мы делали в объектном режиме. И чтобы их принять, нам нужно дать ему команду, нажав Ctrl-A и Apply Scale. Вот теперь наша фаска пересчиталась. Данную операцию нужно проводить каждый раз после того, как мы в объектном режиме изменяем размер или поворот, или перемещение объекта. Тогда все эти процедуры будут применяться. После нажатия соответствующего сочетания клавиш у нас все будет вставать на место. Или мы можем производить все то же самое в режиме редактирования. Тогда все будет происходить динамично, прямо на наших глазах. Но в случае с Bevel самое, наверное, наглядное – это именно масштабирование. Чаще всего мы сталкиваемся именно с проблемами, когда мы масштабируем какие-то объекты и не применяем данные изменения. Третья распространенная ошибка – это задвоенные вертексы. Допустим, у нас есть такой кубик, и мы сейчас хотим проэкструдировать его верхний полигон. Нажимаем и щелкаем левой клавишей. Экструд произошел, однако у нас исчез Bevel. Если мы перейдем в объектный режим редактирования, ничего не изменится. Bevel у нас исчез. Что же произошло? Дело в том, что операция экструда прошла успешно. У нас появился еще один полигон, просто мы его не вытянули наверх. Если сейчас нажать G и потянуть вверх, то мы увидим, что Bevel применился, и вот он наш полигон. Если мы не хотим экструдировать и потом схлопывать, удалять и заново строить здесь полигон, можно просто избавиться от задвоенных вершин или ребер. И то и другое сработает. Допустим, мы будем избавляться от задвоенных вершин. Мы переходим в режим редактирования, в режим вертексов. Выбираем на всякий случай все и нажимаем клавишу M. У нас появляется меню Merge. Мы можем объединить вершины либо в центре, либо в нашем курсоре. Схлопнуть все к центральной точке. Опять же, да, сколлапсить их. Или выбрать последнее, то, что нам как раз и нужно. Объединить вершины в зависимости от дистанции между ними. Нажимаем и видим, у нас появился наш Bevel. Лишние вершинки объединились. Этот процесс позволяет объединить вершины, между которыми минимальное расстояние. Расстояние мы указываем вот здесь. По умолчанию оно совсем маленькое. То есть это чаще всего работает, когда вершины наложены одну на другую. В результате вот такого нечаянного экструдирования. Иногда возникают другие ситуации уже в зависимости от модели. Но это всегда позволяет избавиться от нежелательных вершин. Также избавиться от нежелательных вершин мы можем при помощи вот этой вот клавиши. Если мы ее сейчас зажмем, можем посмотреть в Options. Здесь стоит у нас галочка Auto Merge. Что это значит? Это значит, что если сейчас мы также нажмем и левую клавишу мыши, то наш полигон проэкструдируется, останется в том же положении и вершины автоматически сошьются. Также есть еще один способ избавиться от задвоенных вертексов. Это модификатор Weld. Он делает абсолютно то же самое, что по нажатию клавиши Merge. Но делает это постоянно. То есть сколько раз мы будем вытягивать, нам не придется каждый раз нажимать на клавишу M. Единственная тонкость, он обязательно должен быть перед модификатором Bevel. Потому что если он будет стоять после модификатора Bevel, то вот сейчас мы делаем Extrude. И ничего не происходит. Все. Вот выйдем в объектный режим. Все потому, что модификатор Weld должен быть сверху. Как только мы его переложимся наверх, все. Все заработал.